имеется в нас вот такое озеро вот оно вот такое 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 овальное кто в нем живет рыбки живут кои там плавают где-то их видно пошла одна вот жабы живут и пара раков живет жабы живут вон сидят на камнях вон сидят на кораблике сидит а это у нас бульбашки идут это идет аэрация ну компрессор гонит туда воздух и бульбашки насчищают воду кислородом компрессорчик вот такой маленький у вообще мощность всего 3 или 4 ватта он вообще беззвучный и гонит себе сутками по маленькой трубочки по вот этой гонит туда воздух ну и в общем то нормальная система получилась а вот теперь нам надо сделать сюда фильтр фильтр для очистки водички вот у нас на и в наличии есть пара канистр вот таких вот это из-под чего из-под клея то это было жидкость для там раствора для придания раствору гидрофобности они закончились ну канистра мне понравилась она такая прямоугольная и более менее такая но какая-то жесткость есть вот и мы одну из канистр используем для того чтобы сюда вставить фильтры а для фильтра у нас есть наши братья-китайцы прислали вот такой поролон для фильтрации мы его разрежем на куски вставим сюда в эту коробку ну и будет он счастливо фильтровать значит сейчас мы сделаем в этом фильтре сделаем такие бортики для того чтобы то есть места для поролона сейчас я покажу как это делается вот я пленку снял защитную вот такой фильтр ну нам это большой мы его разрежем на такие мочалочка мочалочка на прямоугольничке вот мы вырезали вот мы вырезали из поролона такой прямоугольник это фильтрующий элемент он будет вставляться вот сюда эту емкость мы выйти вырезали чуть-чуть с натягом чтобы он так плотно был к сеночкам а теперь нам надо тут будет приклеить вот вы вырезали полоски и приклеить такие бортики мы это сделаем клеевым пистолетом вот приклеим такие бортики чтобы поролон наш вот так вставлялся в этот в это место вырезали полоску вот такую по размеру вот этой стеночки и на бортик накладываем слой расплавленного пластика затем по линии сюда приклеиваем это уже у нас приклеена вот смотрите мы таким барьерчиком обклеили весь этот периметр бачка до дальше мы по размеру вырезали вот тут немножко скосики вырезали этот фильтрующий элемент ставим его сюда он немножко как бы с натягом плотненько вот 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 это его место он будет стоять и вот мы прорисовали фломастером где-то линия по этой линии мы должны проклеить еще такие же такие же сегменты и вот этот фильтрующий элемент поролон он будет четко становиться в свое место таких сегментов мы сделаем несколько это будет у нас фильтр для воды ну вот благодаря вот этому пистолету клеевому мы получили вот такой фильтр это мы значит сделали сделали один элемент и еще два элемента вот у нас будут такие спаренные элементы вставляем вот вот такой фильтр значит сюда мы будем водичку заливать она будет проходить через фильтра его через эту горловинку а чем заливать насос у нас есть специальная помпа вот она такая мы к ней прикрепили грузик чтобы она стояла на дне да и сейчас мы ее смонтируем тут трубочка будет трубочка будет заходить сюда водичка проходить через фильтрующие элементы и назад возвращаться она не будет вылезать вверх вода не знаю будем пробовать и насосик хороший насос я попробовал 8 ватт всего мощность он может сутками работать и подъем воды на 1 и 3 метра то есть ну это абсолютно абсолютно нормальный напор в общем сейчас сейчас посмотрим ну вот мы включили нашу систему вон там внизу насосик стоит вот на такой гранитной плитки грузики не качает водичку как мы задумали сюда в емкость она проходит через фильтра и возвращается обратно в озеро уже профильтрованное такая ее работа там и прилично сэкономили они там такие фильтра примитивные и 3000 4000 считанные такие в общем-то стоят денежки нам обошлась фильтрующий элемент 150 гривен ну тут из него нарезать фильтров можно еще на 5 озер таких ну и насосик обошелся по моему где-то в 300 гривен чистое озеро проведена операция чистое озеро